На прошлом уроке мы с вами познакомились с модальным глаголом können, и мы его спрягали. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, ihr könnt, sie, sie können. На самом деле у этого модального глагола есть еще один брат, dürfen. Können вы используете тогда, когда у вас есть физическая возможность, и вы говорите, я могу это сделать, у меня есть куча мышц, или я могу к тебе прийти, потому что у меня есть 5 минут свободного времени, я физически это смогу сделать. Dürfen же вы употребляете тогда, когда вам нужно получить чье-то разрешение. Так, например, как «можно я к тебе сегодня приду?». В этом случае вы переводите не «можно мне», а нужно переводить «могу я сегодня к тебе прийти?». Darf euch? Хочется, я к вам. И для того, чтобы нам уметь правильно спрягать модальный глагол dürfen, мы должны знать только одну форму – euch darf. Конечно же, мы помним принцип спряжения модальных глаголов. Когда мы заходим в шар, мы полностью меняем корень. Изначально он был dürf, мы меняем на darf. В случае единственного числа – И получаем в итоге. И получаем в итоге. Потом мы выходим из круга и спрягаем основной глагол. Конечно же, мы не забываем, что «ir» – это «вы» обращение на «ты». Поэтому мы ставим окончание «ты». И получается «ir dürft». Один маленький нюанс. Если вы потребляете dürfen с отрицанием nicht, это значит, что вам очень сильно что-то строго-настрого запретили. Ihr dürft hier nicht tanzen. Вы не можете здесь танцевать. Sie dürfen hier nicht rauchen. Вам нельзя здесь курить, потому что это запрет. Прежде чем мы составим предложение с отрицанием nicht, нам нужно просто узнать, куда его ставить. Если в предложении у вас имеется два глагола, а в этом случае будет один модальный, а другой инфинитив, например, ich darf hier nicht pudeln, то в этом случае отрицание nicht лучше подставить перед вторым глаголом. И тем самым вы показываете, что вы отрицаете все предложение. Не конкретно что-то, например, не здесь вы можете плавать, или не вы можете здесь плавать, а просто вы говорите, вы не можете здесь плавать, и все. Это значит, что отрицание мы ставим вот здесь, перед вторым глаголом. Попробуем теперь потренироваться. Мне нельзя кушать. Правильно. Ich darf nicht essen. Тебе нельзя работать. Правильно. Ты не можешь здесь работать. Тебе запретили. Мы не можем здесь кушать. Правильно. Мы не можем здесь кушать. А можно я здесь поработаю? Конечно же, мы не забыли, что глагол стоит всегда на первом месте, в случае, если у нас вопрос. Darf ich hier arbeiten? Nee, ich darf hier nicht arbeiten. Oh, so schade, es tut mir leid. Super, Mama Lassi. Единственное, мы, конечно же, понимаем, что семь слов слегка маловато. Хотя бы нужно девять. К словам из прошлого урока, таким как Мы добавим еще сегодня два новых слова, таких как hier, здесь, и покупать. Hier мы сегодня уже употребляем, мы его помним. Так что остался только один новый глагол для нас, это kaufen. А теперь попробуем перевести. Я могу здесь купить обувь? Понятное дело, вам же не нужен запрет или разрешение. Вы просто спрашиваете, есть ли у вас такая физическая возможность. Поэтому вы употребляете модальный глагол können. А гостю можно здесь работать? Рichtig. Darf ich hier arbeiten? В этом случае мы ставим модальный глагол под местоимение он, потому что гость для нас это он. Поэтому мы говорим Darf er. Давайте еще раз вспомним, как мы спрягаем модальный глагол. Начнем с euch. Ich Du Er, sie, es Ihr Sie, sie, wir Мы с вами прошли два модальных глагола. Это können и dürfen. Мы помним, что dürfen требуется нам для того, чтобы получить чего-нибудь разрешение или показать какой-нибудь запрет. В самом начале урока, первого еще, я вам сказала, что есть шесть модальных глаголов. Но мы знаем с вами только два. Непорядок. К нашим модальным глаголам братьям Кёнин и Дюфин пришли еще два брата, их кузены, Золен и Мюсен, которые переводятся так же одинаково, как должен. Это мочь, это должен. Очень многие студенты спрашивают, так, стоп, Золен и Мюсен, это же то и то должен, в чем же разница? А тут все очень легко. Золен, это то, что пришло вам извне. Это то, что вы должны делать. Это то, что не вышло из вашего сердца, а пришло в ваше сердце. Ты должен это делать. Ты должен учить немецкие запятые. И ты тоже. Все должен учить немецкие. Например, подходит к вам ваша мама и говорит, дорогой мой сын, дорогая моя дочь, а ну-ка ты иди купи хлеба. То есть, это не вышло из вашего сердца. Оно вам пришло. Это приказ, который вы не имеете права не исполнить. Вы просто обязаны это делать и все. Также мы употребляем модальный глагол Золен в том случае, если мы у кого-то что-то спрашиваем, например, а я должен это делать? А скажи мне, пожалуйста, вот это я должен делать. В этом случае вы хотите, чтобы приказ вам пришел извне. И поэтому вы о нем сами просите. И вы спрашиваете, что я должен это делать? И все эти случаи указывают на употребление модального глагола Золен. Брат Золен, брат по переводу, это глагол Мюссен. Переводится так же, как Золен. Должен. Это должен. Это должен. Оба они всем должны. Но Мюссен должен себе. Мюссен это желание, которое вышло от вас. И вы говорите, я должна пойти к бабушке, она же болеет. И в этом случае вы ставите глагол Мюссен, потому что вас никто не заставил. Вы сами к этому пришли. И вы сами это придумали себе. Вы должны пойти к бабушке. Она же болеет. Как же вы не пойдете? Внутренний долг вас зовет. И тогда вы пойдете к бабушке. И тогда вы будете использовать глагол Мюссен. Попробуем потренироваться. Какой же модальный глагол мы в нашем случае будем использовать? СОЛЕН или Мюссен. Я должен прочитать эту книгу, потому что ее уже все прочитали. Мюссен. Я должен прочитать эту книгу, потому что это школьная программа. СОЛЕН. Я должен купить себе обувь на зиму. Но все купили. Что же я без обуви останусь? Мюссен. Чтобы нам уметь их правильно спрягать, нам надо знать только одну, всего лишь одну, единственную форму. Форму ЭХ. ЭХ ЗОЛЬ. Э ЭХ МОС. Чтобы вам легко было это запомнить, точнее совсем не учить, то мы помним, что я очень ЗОЛ, потому что на меня давят. И потому что мы говорим, я ЗОЛ, почему ты на меня давишь? Я ЗОЛ, почему я должен это делать? Поэтому говорить, я очень ЗОЛ. И время от времени мне приходится быть злым. Я и говорю, я очень ЗОЛ. Я очень ЗОЛ. Ну почему? Да потому что приходится кормить кошку. Кошка Мусся. Мюссен. Кошка ест только Мусс. ЭХ МОС. Я очень ЗОЛ, потому что кошка ест только Мусс. ЭХ ЗОЛЬ. ЭХ МОС. Распрягаем сейчас мотальных глобов у СОЛИ. ЭХ. ТУ. Э. ЦИ. ЭС. РИЧТИГ. Составим предложение. Я ДОЛЖЕН КУПИТЬ ОБУВЬ. ЭХ МОС ШУЕ КАУФН. РИЧТИГ. А ТЫ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ? СОЛЬС ТУ АБЕНЬ? Я. ДАС ВАУХ РИЧТИГ. Мы не должны кушать гости. ПЕСОЛЬ. ПЕСОЛЕН КАСТ НИХТ ЭССН. Особое внимание обратим на спряжение глагола МЮСН. Мы видим, что в случае ТУ у нас МЮСН заканчивается на две С. То есть получается ТУ, МУСС. И по всем правилам мы должны были поставить ЭСТЕ. Но так как в корне уже присутствует две С на конце, то в случае ТУ мы ставим только ТЕ. Потому что три С – это был бы перебор, и мы так не делаем. И получается ДУ МУССТ. ТУ МУСТ. На слух эта слуха звучит абсолютно одинаково. ЭХ МОС. ТУ МУСТ. ЭЗЕ С МОС. Но когда мы пишем, мы должны на это обращать внимание. Попробуем проспрягать модальный глагол МЮСН. ЭХ. ТУ. ЭР, СИ, ЭС. ЭР. СИ, СИ, ВИА. РЕЧТИЧ. НО ОНЕМАЛ. ЭХ МУС. ТУ МУСТ. ЭР, СИ, ЭС. МУС. ЭР, МЮСТ. СИ, СИ, МЮСН. А теперь попробуем определить, какой модальный глагол подходит к нашей ситуации лучше. СОЛЕН. ОДЕ. МЮСН. Я должен зажать свет, потому что стало уже темно. РЕЧТИЧ. МЮСН. ТАС СИ, АНЕ, ЗА ГУТЕ ОБАТЬ. А добавим-ка мы еще несколько слов. К нашему лисекунду стоит еще добавить парочку слов. ХИЯ, которую мы уже знаем. КАУФН. ПОКУПАТЬ. ХИЯ, ХОДИТЬ. Следующее слово. ТРИ РАЗА ВЫПИТЬ. ЗА МАМУ, ЗА БАБУШКУ, ЗА ДЕДУШКУ С ПАПОЙ. Тринкен. Три. Три раза. Тринкен. Пить. Те-е. Чай. Обратите внимание, буква М говорит о том, что это слово мужского рода. Чай. Это кто? Это он. По-русски это он. На немецком языке это же он. Можно не учить. Каждую букву мы читаем. Те-е. Потренируемся. Мне можно здесь пить чай? Я должен делать здесь обувь? Вы должны здесь плавать по собачьи. Я должен делать здесь. Пудель. За сегодняшний урок мы с вами очень много сегодня сделали. Мы прошли два модальных глагола. Золен. Мюсен. Мы знаем теперь, чем они отличаются. Мы вспомнили два прошлых модальных глагола. Кюнен. Дюфен. Мы вспомнили порядок слов, что при вопросе глагола у нас стоит на первом месте. Мы выучили еще несколько слов. То есть мы расширили наш лексикон. На сегодня это все. Чай. Такое мнение, что язык лучше учить тогда, когда ты молод. 15, 20, 25 лет и позднее. То есть когда тебе уже 30, 40, 50, не дай бог 60. Это уже поздно начинать. И поэтому многие просто откладывают это в долгий ящик или вообще откладывают это и даже не приступают учить. На самом деле все это очень неправильно и это все неправда. Можно начать учить в любом возрасте. Самое главное, насколько часто, насколько продолжительно ты сидишь, занимаешься. И на моей практике не было ни одного случая, когда студент учил и он ни к какому результату не приходил. Такого никогда не было. Пожалуйста, запаситесь терпением и уделите себе в день на изучение немецкого языка минимум 30 минут. И самое главное, чтобы это было постоянно, чтобы вы не учили 2 часа в воскресенье или 2 часа в субботу или 3 часа в понедельник. Я сейчас догоню понедельник, вторник, среду. Нет. Лучше делать каждый день, ну вот так, как я уже сказала, по 30 минут. И тогда результат не заставит тебя долго ждать. А недолго для изучения языка это минимум 2 года.